Когда-то здесь рос лес, старый как мир. Наши предки считали его настоящим чудом. Никто не знал, где начинается, и заканчивается это таинственное и просторное королевство. Бесконечное море зелени простиралось до самых высоких гор. Чистейшая вода сбегала вниз и питала долины. А где вода, там жизнь. Миллиарды созданий колонизировали этот дикий край. Реки изобиловали рыбы, а небо заполнили птицы. Здесь бродили самые огромные животные на Земле. Такой была Европа тысячи лет назад. Когда-то мы были частью этого мира природы. Но со временем дикая природа стала нашим врагом, которого мы решили победить и подчинить. Сегодня, как в сказке, жизнь снова медленно восстает из пепла. В краю под названием Волчьи горы. Волчьи горы. Регион на границах Словакии, Польши и Украины. Часть горной цепи – Восточные Карпаты. Это название появилось в средние века, благодаря одному из старейших обитателей – волков. Немногие осмеливаются зайти сюда. Это царство хищников и добычи – дом для множества уникальных диких животных, которые удерживают баланс одной из сложнейших экосистем в Европе. Идея потерянного рая в сердце Европы побудила трех словацких документалистов отправиться на Волчьи горы, чтобы узнать, как природа возвращает себе былую славу. Самое трудное – запечатлеть поведение диких животных в этой труднодоступной местности. Они надеются снять со зданий, которые когда-то были на грани исчезновения. Например, зубра, бобра и волка. Их присутствие – явный признак того, что природа восстанавливается. Животные неуловимы, но команда решила не использовать искусственные средства привлечения. В течение следующих двух лет им потребуется терпение и изобретательность. Первая задача – увидеть крупнейшее выжившее травоядное из древних лесов – зубра. Чтобы успешно выследить их, нужно дождаться первых зимних снегов. 50 лет назад небольшое стадо европейских зубров завезли из неволи в польскую часть Волчьих гор. Сегодня их потомки свободно бродят по лесам. Нужно пройти десятки километров, чтобы найти их. О присутствии зубров говорят только глубокие следы на снегу. Несмотря на размер, зубры удивительно робкие и не дают близко подобраться к себе. Увидеть зубра в природе – все равно, что вернуться в прошлое. Мечта об открытии древней природы становится реальностью. Эти крупные животные, а также тарпаны и огромные туры были частью нашей доисторической жизни. Как и их древние родственники, эти крупные травоядные питаются всевозможной растительностью и могут радикально изменить среду обитания. Здесь живут поколения диких гуцульских коней. Это одна из старейших пород европейских лошадей. Зимой они едят побеги, найденные под снегом. Кони особенно любят гору. Разрушительные действия убивают деревья, но создают открытый ландшафт. В результате здесь появляются луга и разнообразные кустарники, где обитают тысячи других видов животных. Это лесоводство в естественном виде. Через несколько дней команда смогла ближе подобраться к зубрам. Стадо насчитывает почти 300 голов. Это крупнейшая популяция зубров в Карпатском регионе. Их численность все равно ниже, чем сотни лет назад. Но есть надежда, что она увеличится, когда стадо заселит новые территории. Команда надеется встретить древних животных в других местах Девственного края. Самое таинственное и противоречивое создание этих мест – их главный хищник – волк. Чтобы снять естественное поведение этих лесных призраков, нужна огромная удача. В конце зимы их присутствие особенно заметно. Вот доказательства, что они живы и здоровы. Но увидеть, а тем более снять их, сначала казалось невозможным. Прошло шесть месяцев, прежде чем команда заметила этих легендарных животных. Две взрослые особи и волчонок появились на небольшой лесной поляне и пометили свою территорию. Через секунду они бесследно исчезли. Чтобы увеличить шансы на съемку волков в природе, команда установила видеоловушки в ключевых местах на пути стаи. Просматривая материал, операторы обнаружили, что один волк забрел на территорию бобров. Он не мог устоять перед запахом. Как зубры и волки, бобры – еще один вид, который практически истреблен по всей Европе. Древние охотники считали, что бобры – легкая добыча. На многочисленных животных было безопасно охотиться. В результате их мясо употребляли чаще всего. В средние века люди охотились на бобров из-за якобы целебных свойств их пахучих желез. Также считалось, что бобр – наполовину рыба, потому что у него чешуйчатый хвост и перепончатые лапы. Поэтому эти части тела были популярным блюдом в дни, когда мясо было запрещено. Пост длился более полугода, а население росло, поэтому бобр стал очень редким видом. Но он смог выжить и постепенно возвращается в свой старый ареал обитания. В польской части волчьих гор есть следы их удивительной деятельности. Бобры сильно изменяют русло небольших рек, в которых они обитают. Из-за прожорливого аппетита они расчищают небольшие участки леса и создают открытые пространства, которые привлекают многие светолюбивые растения. КОНЕЦ Строя за пруды, бобры создают сложную цепь озер и болот, которые через короткое время наполняются жизнью. КОНЕЦ Заболоченные участки прекрасное место кормежки для таких охотников, как черные аисты и другие птицы. Многие другие животные пользуются результатами уникальной архитектуры бобров. Некоторые из них переходят по плотинам, как по мостам над водой. КОНЕЦ К несчастью бобров, голодные хищники нападают с ровных плотин. Волки приходят на заболоченный участок за пищей, но только ночью. Однажды вечером команда услышала их вой издалека. КОНЕЦ С приближением стаи стало очевидно, что шумят волчата. Судя по звукам, волки точно убили неподалеку бобра себе на ужин. Хотя команда услышала, как охотится стаи волков, но операторы не смогли снять животных в этой части заболоченного леса, поэтому поднялись на открытую горную местность, где волкам негде прятаться. Свежая трава высокогорных лугов привлекает множество оленей и гасуль. Детеныши – самые уязвимые члены стада, поэтому их нужно прятать от волков. Но здесь кажется, что в летние месяцы олени наслаждаются беззаботной жизнью. однако суля решила поиграть, вступив в схватку с воображаемым врагом. Несмотря на соблазн лёгкой добычи, неуловимых хищников не видно и не слышно. Зато есть звуки другого рода. Наступил конец лета, и у оленей начался период спаривания. Леса наполняются какофонией рёва самцов в первобытной страсти. Олени должны сразиться друг с другом за внимание самок. Более взрослые и опытные самцы сгоняют самок в гаремы и защищают их любой ценой. офисик-пай. АПЛОДИСМЕНТЫ Прошел год с начала съемок, но волков до сих пор не было видно. Прошел год с начала съемок, но волков до сих пор не было видно. Само присутствие человека отталкивает диких животных, которые вынуждены выживать в менее подходящих районах. Но на этом отрезке реки Сан нет людей. Здесь процветает только девственная природа. Это излюбленная переправа необычно большого количества животных. Многие разные виды пересекают здесь реку, чтобы найти пищу или охладиться в жаркую погоду. Поэтому их можно снимать весь день. От рассвета до заката. КОНЕЦ Здесь негде прятаться. И за несколько дней команда увидела больше животных, чем за весь прошлый год. КОНЕЦ КОНЕЦ Затем внезапно огромный бурый медведь вышел к реке искупаться. Редко встретишь в дикой в среде одну из самых великолепных млекопитающих Европы. Через несколько дней команде снова улыбнулась удача. На другом берегу реки показался одинокий волк. По наполненному брюху можно сделать вывод, что он недавно поел, и добыча лежит неподалеку. КОНЕЦ Вскоре волк снова вернулся в тень лесного покрова. КОНЕЦ Самые большие и сильные животные на речной переправе составляют одно из крупнейших стад зубров в регионе. Большую часть времени они питаются густой растительностью на берегу и часто переходят реку в поиски других закусок. Иногда они несколько часов подряд стоят посреди реки, где чувствуют себя в безопасности. КОНЕЦ Когда зубры переходят реку, становится заметна их невероятная сила. Кажется, что земля дрожит под их копытами. КОНЕЦ Стадо зубров состоят главным образом из самок, телят и нескольких молодых бычков. В сезон спаривания взрослые самцы весом до тонны присоединяются к стаду. КОНЕЦ 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 Самец повсюду следует за возможной партнершей. Он может быть удивительно нежным в своих ухаживаниях. КОНЕЦ Эти взрослые самцы ведут себя не так, как другие, и не могут дождаться начала битвы. Они стараются драться в густой растительности, вдали от чужих глаз. КОНЕЦ Один зубр вышел к реке после жестокой драки. Ему повезло отделаться небольшими травмами. Битвы определяют более слабых соперников и порой заканчиваются смертью. Во время развернувшейся трагедии еще один волк вышел на водопой на противоположном берегу. На протяжении следующего дня команда не видела ни одного волка, но огромный медведь вернулся к реке искупаться. КОНЕЦ КОНЕЦ Медведь вернулся Но почти наступила ночь На реке опять много животных Один дикий кабан Набрался смелости приблизиться к медведю Медведь мудро решил удалиться Эти бурые медведи приходят на реку, чтобы поискать яблоки под старыми деревьями Обычно европейские медведи придерживаются вегетарианской диеты Но самые крупные из них не упускают возможности обглодать останки добычи волка В прошлом, когда в лесах водилось намного больше травоядных и значительно больше рыбы в реках Медведи в основном питались мясом Вследствие этого они были даже крупнее, чем сегодня Лосось и кумжа когда-то плавали по реке Сан Но в 50-х годах все прекратилось со строительством дамбы для нужд человека Если рыба вернется в эти воды Возможно, медведи снова станут ловить лосося Как и их дикие родственники на Аляске Обилие животных на реке Сан поражает Но местная жизнь лишь небольшая часть того, на что способна природа Если бы не вмешательство человека Популяции видов были бы намного крупнее И мы бы чаще видели волков и медведей Этот небольшой участок девственного леса Настоящее отражение того, как мог выглядеть мир природы Если бы его не трогали Под защитой находится только одна часть волчьих гор Бещадский национальный парк на польской стороне Но никто не защищает территории ниже парка Сюда приходят все животные зимой Здесь люди могут охотиться и заготавливать лес В нижней части гор не осталось девственных лесов Единственный пример обитателя древнего леса Очень старый дуб на Украине Ему примерно 1200 лет В те времена зубры, тарпаны и огромные туры Истребленные сегодня Паслись под его великолепными ветвями На склонах выше до сих пор остались такие леса Этот регион обладает самым большим биологическим разнообразием в Европе Один из наиболее сохранившихся лесов Находится на словацкой стороне Волчьих гор Это национальный заповедник Стужица Некоторые деревья достигают 56 метров в высоту и 2 метров в толщину Экосистема первобытного букового леса Поддерживает сотни различных видов От птиц и насекомых до грибов и таких земноводных Как эта любопытная саламандра В этом первозданном лесу можно найти редкие виды сов Например, загадочную уральскую неясыть В лесу также обитает популяция волков Хищники пользуются преимуществом тени деревьев Чтобы преследовать и ловить добычу В основном оленей Видеоловушки, установленные летом Запечатлели передвижение неуловимых хищников Во время ежедневных поисков пищи Субтитры создавал DimaTorzok Зима начинает мстить волчьим горам Условия становятся суровыми для всех животных Травоядные зубры и олени Должны спускаться в долины Где меньше снега и легче найти пищу По ночам температура может опускаться до минус 20 градусов Животные переходят реку Сан В бесконечном поиске пропитания Зимой они должны придумывать разные стратегии выживания Одни находят еду под водой Другие питаются корой заснеженных деревьев Выбирающие легкий вариант Надеются, что всегда смогут найти пищу под снегом Семейство кабанов, которые мы сняли летом, вернулось к реке Поросята заметно подросли Выживут только сильнейшие Все зависит не только от способности находить еду Но и от физического состояния всех животных в конце осени У здоровых животных больше шансов пережить еще один год Кто-то не выдержит Но у зимы есть свои преимущества Туша животного станет роскошным обедом для других животных в этом диком краю Вечный круговорот жизни и смерти вынуждает есть все, что можно найти Куницы, например, обычно питаются мелкими млекопитающими и птицами Но не откажутся и от ягод зимой Субтитры подогнал «Симон» Эта зима холоднее, чем обычно Иногда температура падает до минус 30 градусов Моряка крепко замерзла Только она не покрыта толстым слоем снега Волки легче ловят добычу на этой ледяной дороге Но снова не видно стаи волков за работой Мы заметили только, как одинокий волк удаляется в свое лесное царство Через несколько дней температура поднялась и началась оттепель Команда провела 500 дней на природе Пора вернуться из королевства мечты и подумать над снятым материалом Волчьих горах нечасто увидишь животное, в честь которого назвали этот дикий край Однако неуловимый хищник правит реками, горами и лесами Которые составляют уникальную и разнообразную экосистему Субтитры создавал DimaTorzok Когда из тумана на реке Сан появились животные, начала складываться картина новой дикой природы Европы. Это прекрасное царство, наполненное жизнью и всевозможными созданиями, большими и маленькими. Крупные травоядные мигрируют по региону. Редкие млекопитающие выходят на реки. Странные звери изменяют русло рек и создают новые ареалы обитания, как это и было в далеком прошлом. Несколько поколений людей редко видели подобную девственную природу. Такие места есть в Африке и Северной Америке, но их почти нет в Европе. Сегодня европейцы начинают ценить первые проблески возрожденных лесов и понимают, что может ждать их в будущем. Но даже в Волчьих горах природа не может свободно развиваться. Здесь под защитой находится слишком мало мест. Если лучше охранять обширные территории, где природа может позаботиться о себе, здесь будет процветать больше диких животных. Мы сотни лет эксплуатируем природу ради выгоды. Пора отдать долг диким лесам прошлого. И тогда мы снова сможем посмотреть с уважением в глаза нашим давним друзьям. Программа озвучена на студии Велес. Текст читал Олег Белов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова